Музыка Мы находимся в итальянском городочке Пимонте. Он расположен в Италии, в регионе Кампании, в провинции Неаполь. Я уже говорила в моем предыдущем видео, что мы прилетели в Неаполь, купили машину в Рент, и в 50 минут мы ехали и приехали в такой вот расположенный на горе красивый городочек. Чем-то он похож на... ну, это и есть деревенька. А Пимонте мало где рассказывается в путеводителях. Это не такой прославленный городок, как мы вчера были. Это тихое, спокойное место. Очень очаровательное, красивый, приятный отель. Как мы выяснили, этот отель принадлежит мэру местному. Отель называется San Angelo. Здесь очень много всяких террас. Вечером проводят какие-то пари. мы были свидетелями такой маленькой свадьбы. Такие фонтанчики здесь бьют тонкими струями. Много растительности. Огромное количество всяких закуточков, ступенек. Можно везде уединиться, посидеть, отдохнуть. Кто хочет, может погреться на солнышке. Кому надо, может прийти в тенечек. Там виднеется бассейн. Сейчас к нему подойду поближе. Какие-то столики. Красивые деревья. Умиротворенно. Тихо. Утром у нас будут петухи. Перегавкиваются собачки. Мечают где-то коровы. Воздух потрясающий. Я потом покажу вид с нашего балкона. Просто завораживающий. Вот у нас тоже такой же балкончик. С видом на горы. Покровителем этой коммуны почитается Архангел Михаил. Здесь очень люди верующие. Много церквей. Все друг друга знают. Прекрасный бассейн с прохладной водой. Немножечко она холодноватая. Но когда ты нагреваешься, великолепное ощущение. Тебя бодрит эта вода. Такой небольшой отельчик. Но очень вместительный. Удобный. На крыше тоже. Площадка, где люди могут веселиться. Проводить культурное время. Как ты скупался? Хорошо. Вода хорошая? Да, холодная. Холодная, холодная? Еле-еле туда доплыл. Ну, молодец. Ну, молодец. Поподрился. Мы привезли такой удобный мяч для воды. Можно поиграть. И маску мы привезли. Вот это вот чудо. Виноградники, солома, горы, воздух, зреющие фрукты. Очень очаровательный. Он ходит у себя в саду, там поправляет деревья. А, да, сегодня дрова вот там виднеются, их рубили. Так интересно понаблюдать за всем этим процессом нам, горожанам. Холл нашей гостиницы. Каждый столик, ваза со цветами стоит на каждом столе. Все такое белое, прохладное, легкое. Очень приятный отель. Ну, вы сами любите. Как я обещала, я хочу показать этот вид с нашего балкона. Вообще нам достался великолепный номер. Посмотрите этот вид. Это бесподобное, грандиозное все. Эти горы, этот запах, эти птицы, лай собак. Так все умиротворенно. Плетенные стульчики. Ну, разве это не благодать? И это удовольствие на миллион нам обошлось, если бы точно, если сказать точно, 58 долларов в сутки. Ну, по-моему, это настолько роскошно, дешево, сердито. Ну, не знаю, какие слова еще подобрать. Мы побыли на бассейне до 11. В Италии надо смотреть, отдыхать. И вот перед нами облака, которые можно потрогать, просто дотянуться рукой. Это красота, но мне кажется, надо быть таким поэтом, чтобы выразиться так глубоко и тонко. Ну, это очарование. Приехали на вайнере, сейчас сиеста все спят. Нашли такой старый пресс пока. А вот эта вот компания Вина называется Ивони. Прости, это не елка. Ну, сейчас мы узнаем. Короче говоря, мы думали тут какой-то шоурум, какие-то там, я не знаю, стеллажи. Нет, все так очень кротко, все завуалировано. Я позвонила в звонок, мне сказали, подождите. Вот этот вот, да, зелененький, еще не поспевший виноград. Главное, что я знала от кого и кто мне нужен. Мне все сказали на франдеске. Все-таки оказался и офис красивый, и стеллажи. Все оказалось, просто открылся забор, который был до этого закрыт. Сейчас мы попробуем вино. Химпатичный маленький заводик, такая частная семья держит. Очень здорово. Сегодня мы идем в ресторан Пимонте. Деревенский ресторанчик, но, как нам сказали, очень-очень хороший. Сейчас мы его проверим. Очень даже красиво. Не хуже, чем в Позитане. Что-то удивительное. Таким маленьким. Хвостиком. Нет, это не кукуруза. Я не думаю, что это кукуруза. Это кабачок. Возьми этот маленький. Сейчас попробуем. В общем, не прошло и 15 минут. И вот этот ресторан, в котором мы думали, что мы будем сидеть одни, заполнился полностью. Ни одного свободного столика. Сегодня уже, к сожалению, двенадцатый день нашего отпуска. Вокейшн заканчивается. Вокейшн заканчивается. А мы решили зайти. Вдруг вот так вот ехали, ехали. Такая какая-то маленькая, маленький такой въезд. Я говорю, давайте проверим, что в этом вот въезде таком. Такая вот прям, вот я сейчас покажу. На резкой дороге такой крутой заезд. И вот перед нами оказался действительно симпатичный ресторанчик. Очень такой красивый, семейный. То есть люди живут в этом доме и как бы одновременно имеют бизнес. Делают прекрасные спагетти, отличную пиццу. Но это я еще говорю, судя по тому, что я вижу на столах у соседних столиков. А вот я решила пока заснять территорию. Мы находимся непосредственно внутри. Я думала, что мы будем сидеть снаружи. Но внутри как бы так вот. Наверное, более они считают, что это достойный. Людей немного. Нам что-то принесли просто как бы такое угощение. Не то, что мы заказывали. Но сейчас попробуем. Посмотрите, какая красота. А мы сидим в оливковой роще. Это настолько приятно. Такое ласкающее горло вино. Очень вкусное с местной винодельни. Так, я бегу пробовать. Музыка. 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 у нас сегодня в отеле вот такой вот интересный вечер поставили столики в бассейна бесплатное шампанское но в 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